Я поднялся со своего отделения, я дежурил в спецпалате, это в подвале. Собственно говоря, все дежурство было вообще не в курсе того, что происходило в операционной. Когда поднялся в спецпалату, мне сказали мои коллеги, что врач-анестезиолог Андросова больной побил, относковал ногами и сломал ему ногу в трех местах. На мой вопрос, где милиция, где что, сказали, что милиция ездит, но он покидает стены лечебного учреждения самовольно, так как он, видимо, понял, что натворил серьезных делов. Я спустился вниз, догнал его где-то на первом этаже, напротив кабинета отдела кадров, схватил его за руку со словами «подождите приезда милиции, потом будете разбирать». На что он, я даже его голоса не слышал, честно говоря, сразу же получил где-то 4-5 ударов правой рукой в голову себе. После этого я как-то, ну, кое-как вытянул из-под него ноги, сел на него сверху и держал его руки. Ну, естественно, никаких я ударов ему не наносил, ничего такого не было. В это время его две спутницы разорвали на мне хирургический костюм, выдирали волосы, царапали и все такое прочее. Ну, и тут у меня человек 20 свидетелей. Сейчас нахожусь на больничном листе с диагнозом сотрясения головного мозга, повреждения ротационной манжеты правого плечевого сустава, ну, и шибы мягких тканей головы лица. Ну, синяки уже сошли. Он после ДТП, ну, как мне вот мой коллега рассказывал, весь конфликт начался из-за того, что у него, поскольку, ну, не знаю по каким причинам, у него нету периферических вен. То есть, ну, обычно это у наркоманов бывает, но я не могу так судить строго. То есть ему надо было, чтобы поступить, получить венозный доступ, только подключичный катетер ставили. Евгений Владимирович Андросов объяснял ему, что если он встанет, если он сейчас выдернет этот катетер, то воздух попадет в венозную систему, и это будет мгновенная смерть тромбоэмолия легочной артерии. То есть, по сути, он пытался как-то, ну, на что я не знаю, чем этот человек думал, он сразу же его ударил, врач потерял сознание, он даже дальше его насковал, сломал ногу. А в каком сейчас состоянии Евгений Андросов? Он прооперирован, у него очень сложный диагноз, это трехлодыжечный перелом с подвывихом к стопы. То есть, по сути, это вполне возможно, что даже инвалидизирующий диагноз. Результат операции хороший, но об этом можно будет говорить только по истечению где-то трех месяцев, пока он будет в гипсе.